Давайте так, у нас была довольно интересная встреча с госпожой Абалкиной, если кто-то, кстати, вы пришли. Значит, в данной ситуации, я, кстати, хочу извиниться перед госпожой Абалкиной, потому что я один раз в горяча сказал, что мы как бы учли все мнения жителей, когда прошел следующий фото. Точнее сказать, все жители довольны. Нет, ну, наверное, знаете, иногда Ильяевцев говорили, написали это разные вещи. Во-первых, там жители уже никогда ничего довольны не будут, потому что они у меня коллективы, это первое, коллективы никогда не довольны. Ну, знаете, рядом с вами, в том же... Давайте я вас не перебиваю. Извините. Второе. Будем так говорить, это отмисала госпожа Абалкина на встрече, она написала, частично решены вопросы, я называю это компромиссом. Какие вопросы решены? Первые вопросы, которые ставили жители, сохранить спортивную площадку, раз, сохранить площадку детскую. Мы изменили дом, изменили его конфигурацию и эти требования выполнены. Точно так же, как были выполнены некие мерки требования, я хочу даже перечислять, если что, вы можете посмотреть протокол с третьим жителями, они так теперь перечислялись. Что на сегодняшний день не устраивает жителей? Что во время строительства проезд будет проходить, и мы дома, где живет как раз госпожа Абалкина. Что делать? Здесь ничего не делаешь, соответственно, когда идет стройка, стройка идет, это временный висложенский год. В том числе прописан премьер-министр. Дождись, давайте, здесь ваши коллеги должны находиться. Все, понимаете? Значит, второе, что, вопрос, какой остался, если можно сказать. Значит, я считаю, что в своем времени неправильно была сделана порцеляция. Она, честно говоря, была сделана непрофессиональная, и, к счастью, мостом оттуда в этом не участвовал. К счастью, там не было выслей. Поэтому в настоящий момент мы меняем порцеляцию, мы делаем так, чтобы выхода на Зеленского, вот эти дела, о которых вы рассказываете, этого не было. Да, некоторые превышения годности, собственно, на объекте, не затрагивая интересам граждан, тому примыкающим будут. Но я, в целом, считаю, компромисс практически найден, пусть, как я аккуратно сейчас говорю, хотя, конечно, полностью на немаленых всех не будет. Теперь, почему мы решаем этот вопрос, не дожидаясь, когда будет сделан весь Гагаринский? Мы будем встречаться еще, потому что мы договорились, встречи будут регулярные по Гагаринскому. Просто интересно, мы хотим первую работу сделать именно по Гагаринскому. Почему? Потому что мне кажется, что когда мы делаем кратпланы управки или районов, это не только градостроительная документация, это не проект-полнирование, это не что-то другое, это когда вместе с Управой и с Собранием мы должны влезть и в вопросы обеспечения булочными, и обеспечениями аптеками, и многое того, чего нас лишило приобретизации. Поэтому эта работа будет сделана. Но, когда я запрещал контракт, когда фирма и так уже, извините, приостановила работу, потому что мы сдвигали их, я думаю, это не совсем этично, я думаю, что это просто в судак, в зависимости, если мы полностью приостановим торговать. Поэтому я считаю, что мы, что мы сделали, но до конца не удовлетворили от другого граждан. В том числе и по детскому саду на футболе. В том числе и по детскому саду на футболе. Давайте так, вы не один вопрос отдали, это уже третье. Давайте, действительно. Походим, что же, по-русски, сенат, я походим. Куда конкретнее? Куда конкретнее? Человек просто все проходит.